В этом выпуске речь пойдет о гиревом спорте. Кроме того, мы откроем новую рубрику, в которой известные новосибирские спортсмены расскажут и покажут, как сдавать нормы ГТО. Первые медали на взрослом чемпионате России. Новосибирский гиревик Евгений Бутенко, трехкратный победитель первенств Европы и мира среди юниоров, завоевал две бронзы в Томске, соревнуясь уже со взрослыми соперниками. Чемпионат России в Томске собрал более 200 атлетов из 32 регионов. Спортсмены Новосибирской области завоевали восьмое общекомандное место, один из самых высоких результатов в истории нашей Федерации. Регион представляли семеро гиревиков, двое остановились в шаге от пьедестала почета. Четвертые места заняли Игорь Морозов и Анастасия Чернятина. В тройку лучших вошел только Евгений Бутенко. Для 22-летнего атлета это второй чемпионат страны среди взрослых. Первый был в 2013-м. Там Евгений остановился в шаге от тройки призеров. Затем спортсмен выступал исключительно на юниорских стартах. И второй взрослый чемпионат страны стал для него бронзовым. Уроженец Черепановского района стал третьим в дисциплине толчок по длинному циклу и в двоеборье. При этом улучшил свои результаты с мартовского первенства страны. На взрослый старт там меньше ответственности, как ни странно. Почему? Потому что с юниоров, как бы в юниорах в двоеборье я являлся лидером. То есть здесь психологически было сложнее. То есть тут только первое место и второе уже не обсуждалось. На взрослых здесь попроще. В каком смысле? В том, что станешь вторым, третьим, все равно хорошо. Ну, главное, с призов не вылететь. Поэтому, может быть, результат чуть повыше был. Был более раскрепощен психологически. Спортсмены, которым уступил Бутенко, Джонни Бенидзе, Алексей Рябков – рекордсмены мира. Однако они, что называется, гоняют вес. Могут сбросить по 7-8 килограммов перед взвешиванием. А на помосте уже быть в своей оптимальной форме. Евгений этого не делает. Успех в Томске подарил новосибирскому гиревику шанс впервые в карьере попасть на чемпионат Европы. Пока же спортсмен отдыхает, а через две недели начнет подготовку к первенству мира среди юниоров до 22 лет, которая пройдет в ноябре в Южной Корее. С января этого года любой желающий житель России может сдать нормы ГТО. В Новосибирской области работает 43 центра, которые принимают нормативы. С недавних пор некоторые новосибирские работодатели начали даже давать дополнительные дни к отпуску или денежные премии обладателям значков. Мы решили помочь вам с подготовкой к сдаче упражнений комплекса «Готов к труду и обороне» и попросили известных новосибирских спортсменов показать, как исполняются те или иные упражнения. Сегодня учимся подтягиваться вместе с бронзовым призером чемпионата мира и абсолютным чемпионом России по бодибилдингу Дарьей Манулинковой. Обязательно должны быть подготовлены все мышцы спины, особенно широчайшие. Это самая важная мышца, которая выполняет вот этот самый подъем. Для новичков, у которых не приспособлены мышцы, еще не подготовлены к этому упражнению, будут включаться руки и нагрузка будет чувствоваться именно на них. Для того, чтобы увеличить свой показатель в подтягиваниях, надо уже дневно упражняться. То есть, если это один повтор и больше никак и не получается, то постепенно, 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 добавляя даже маленькое какое-то такое сократительное движение, можно увеличить до двух, до трех. То есть, это способствует увеличению именно выносовости в этом упражнении. Чтобы облегчить задачу выполнить хотя бы одно для неподготовленного человека, существуют страховочные методы, когда колени второй человек поддерживает, либо используют ленты, которые имеют свое сопротивление, помогают подействовать, поддерживать. Также существуют различные тренажеры в тренажерном зале, гравитрон, которые сопротивление дают лишнее и тебя как бы подталкивают. Я беру широким хватом. Если турник, то на расстоянии большого пальца это самое удачное от начала ризок. Сгибаю колени, корпус немножко вперед. На выдохе я поднимаюсь, а на вдохе я опускаюсь, вытягивая плечи. Выдох и вниз. То есть, я стремлюсь как будто бы грудью вперед. На сегодня все. Смотрите выпуски нашей программы и подписывайтесь на нас в Инстаграм. Там много интересного из того, что не вошло в программы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова